Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! И мы сегодня рассмотрим красивую партию Пола Морфи. Черными против известного шахматиста играл шахматист с той же фамилией Морфи. Звали его Алонсо, и он был старше, чем Пол на целых 17 лет. На самом деле черными играл никто иной, как родной отец Пола Морфи. Итак, такая семейная партия Пол Морфи белыми, Алонсо Морфи играл черными. Данная партия была сыграна в 1850 году. Тогда Полу Морфи было 13 лет. И он начал партию ходом Е4. Видите, внимательные зрители, наверное, заметили, что на поле А1 отсутствует ладья. Таким образом, эта партия игралась с форой. Е5, К3, К6, С4, К6. Шахматисты, как ни в чем не бывало, разыгрывают популярную тогда защиту двух коней. Конь Ж5, Д5, ЕД. И здесь отец Пола Морфи сыграл Конь Бьет Д5. Нужно сказать, что здесь вполне можно было сыграть по известным образцам. Конь А5, С5, С6, взяли-взяли и так далее. Теоретический вариант защиты двух коней. Ну, Конь Д5 играть, в принципе, можно. Так как у белых отсутствует ладья, этот ход тоже неплох. Ну, и следует так называемая атака жареной печени. Как в англоязычных источниках называется этот вариант. Фрайд Ливер. Ну, и Конь Бьет Ф7, Король Ф7, Ферзь Ф3. Король завлекается в центр. И идет связка Коня на Д5, на которого белые пытаются всеми силами напасть. Конь Д4. Сыграли черные. Здесь вполне можно было сыграть Конь ЦЕ7, защитить Коня, ну и дальше смело смотреть в будущее. Все-таки отсутствие Л1а1 должно рано или поздно сказаться. Конь Д4, ход тоже возможный. Пробили на Д5, Король Д6, Ферзь Ф7. Понятно, что белые ищут возможность поставить мат. И в этой позиции черным можно было и нужно было сыграть Ферзь Е7, Конь Е4, Король Д7. Видите, Ферзь перекрыл седьмую линию. И таким образом, Белый Ферзь уже Короля не атакует. Конь ЦЕ5, Король Д8. И при нормальном развитии событий, материальный перевес черных должен сказаться. Но Алонсо Морфий сыграл Слон Е6. Желая разменять как можно больше фигур. Сын идет навстречу отцу. И Конь Е4, Шах. Король Д5. И в этой ситуации, нужно сказать, что объективно лучшим ходом для белых, был ход Конь ЦЕ3. С идеей повторить позицию. После Король Д6, Конь Е4, Король Д5. Нужно отметить, что ход Король Ц6, после Ферзь Е6, Ферзь Д6, Ферзь Ж4, давал уже белым некоторое преимущество. Ведь в ходе атаки они уже отыграли часть материала. Здесь у них всего не хватает качества. Ну а за качество уже есть пешка. Поэтому у белых здесь, благодаря необеспеченному положению черного короля, даже небольшое преимущество. Ну конечно, не ради повторения ходов вот в этом варианте играли эту партию отец и сын. Поэтому Пол Морфи продолжает атаковать. Он сыграл Ц4 и Король Е4. Ход правильный. Далее Ферзь Е6. И вот в этой позиции уже игравший черными Агонсо Морфи сплоховал. Нужно было играть Король Д3. Опасно, конечно, прямо, можно сказать, в гости пришел черный Король к белому. Но здесь прямого выигрыша нет. Такой вот вариант интересен. Ц5, С5, ФБ3, Король Е4, Ф3. И вот в этой позиции главное не сыграть Король Ф5, потому что идет мат. Ферзь Ф7, дальше Ж4, ФНХ5, мат. Ну, после хода Король Ф4 еще, да, можно сыграть Король Е2. Ну и дальше Е4, после Е4 Д4. Да, ну тут уже видно, что идет шаг к Королю, ну а после взятия мат на Е3. Поэтому Король Д4, дальше Д3, выражает мат на поле Ц4. Вот такая вот отвлекающая жертва слона. Король Д5, 2, 0. Та же ситуация. У черных лишнее качество, но за качеством белых сильная атака. Поэтому здесь перевес на стороне белых. Но отец сыграл Ферзь Д4, после Ферзь Ж4, Король Д3, Ферзь Е2, Король С2, Д3. Можно было сыграть Король Б1, затягивая сопротивление. Тогда 2, 0, С5, С2, Шаг от ладьи, вскрытый Король А2, С3. И теперь приходится отдавать Ферзя, ну может быть на поле Ф2, затягивая сопротивление, безнадежное по своей сути. Например, на Ферзь Д6 следует такой симпатичный мат. Ладья А1, дальше Король А1, Б3, вскрытый Шаг, и вот такой мат Ферзем на Б2. Но Алонсо Морфи сыграл здесь Король С1 и дал сыну завершить партию красивым ходом 2, 0. Эта партия перекликается с известной партией Этуарда Ласкера против Сэра Джорджа Томаса, который я также разбирал на своем канале. И тоже завершается фактически матом, и последний ход это ход Королем. Ну вот такая интересная партия сына против отца. Интересно, что в начале, видите, у нас идет Фора, то есть ладьи на А1 нет. Надеюсь, что эта партия вам понравилась. Спасибо за внимание. До свидания.